Продолжение следует... Хочу заявить исковые требования как от себя, так и от своего мужа. У меня есть доверенность. Через судебное управление передайте, пожалуйста. Так, а вы, ответчик, представляете только свои интересы? Да, только свои интересы. А у вас супруги нет? Моя супруга умерла два года назад. Пожалуйста, истец, я вас слушаю. Значит, дело обстоит следующим образом. У нас с мужем была дочка. Единственная дочка Вероника. Солдатов, ответчик, это ее второй муж. В первый раз наша дочка замуж вышла очень рано. Ей было всего 19 лет. И практически сразу же она родила дочку, нашу старшую внучку Лену. Муж ее бросил. Потом она познакомилась с Солдатовым. Прошло некоторое время, и они поженились. Старшей внучке на тот момент было 5 лет. Через 6 лет у них родился общий ребенок. Наша младшая внучка Светочка. Значит, когда росла старшая внучка, все было сначала хорошо, пока она не стала взрослеть. И когда девочке стало 15 лет, это была просто красавица. И моя дочка стала замечать, что Солдатов стал к ней проявлять внимание не как отец, а как мужчина. Он там ее приобнимает, поглаживает. Откуда вы, простите, естественно, откуда вы это знаете? А я это сама видела. Когда была у них в доме, я это сама видела. Когда мы с дочерью, например, на кухне, а Солдатов со старшей внучкой в комнате. Я там вошла, внезапно смотрю, а он так ее за плечики приобнял, так к ней прижался. Так папа не относится к дочери. Тем более, что он ее даже не удочерил. Она ему, по сути, чужая девочка. Дочь с ним разговаривала. Она сколько раз поднимала этот вопрос. Она ему и говорила, прекрати себя так вести. Он только отнекивался. Она ему угрожала, он отмахивался. Она ходила в полицию, она ходила в органы опеки. Никто ее не хотел слушать. Никто не хотел разобраться в ситуации, которая происходит в этой семье. Понимаете? В результате моя дочка не вынесла вот этого вот, наблюдая вот это вот, как он занимается развращением этой девочки. Она покончила с собой. После смерти нашей дочери мы старшую внучку, конечно же, забрали к себе. Чтобы она росла у нас на глазах. Чтобы он больше не протягивал свои грязные руки к нашей внучке. А младшую внучку мы не могли забрать к себе, потому что он является ее отцом. Но душа-то болит. Если он со старшей так, что будет с этой девочкой? Тем более он с ней наедине. Мы же не видим, как он к ней обращается. Сейчас ей 6 лет. А что дальше будет? Если то, что вы излагаете, соответствовало действительности, что у нас правоохранительные органы в отношении ответчика не проводили никакую проверку. Ваша честь, он предоставил справку. Мы с мужем так думаем, что он ее купил. Что якобы наша дочь психически ненормальный человек. Поэтому она и покончила с собой. А не потому, что она была доведена до самоубийства. Понимаете? И, конечно, никакого уголовного дела не было возбуждено. Сейчас нам вообще не дает общаться с девочкой, с младшей. Вообще. Младшую внучку, Леночку, мы вообще не видим. После смерти нашей дочки. Вы просите летом, чтобы ребенок проводил... Летом хотя бы один месяц у нас на даче. Ежедневно, каждую неделю, хотя бы два раза в неделю. Пусть это будет, если возможно, вторник и четверг с 17 до 20. И два раза в месяц выходные, суббота и воскресенье, чтобы она была у нас на глазах. Мы могли бы с ней общаться. Она бы нам рассказывала, что там происходит в доме, как там папа, как она там себя с ним, с папой вместе себя чувствует. Ответчик, скажите, пожалуйста, а вот истец ссылается на некую медицинскую справку. Это о чем идет речь? Дело в том, что все эти навязчивые идеи моей супруги, они начались после того, как на нее было совершено нападение с целью ограбления. Ее, значит, ударили по голове, отобрали у нее сумочку. Документы мне дайте, пожалуйста, а то я так долго буду спрашивать. Так что сам подобрал, договорился с этими мужиками. Истец, истец, истец. Так, скажите, пожалуйста, итак, истцом заявлены исковые требования об определении графика общения с вашей малолетней дочерью. Старший ребенок проживает с истцом? В настоящее время старшая моя дочка, она проживает со мной, потому что... С вами проживает? Да. Она, скажем так, сбежала от своих уже совсем сумасшедших бабушки и дедов. Но вы ее не удочерили? Нет, я ее не удочерила. А официально вы как-то стали, вы подали заявление об опекунстве? Ничего подобного, он даже не отец, истец. Нет, я не подавал заявление об опекунстве. Но поскольку я Лену воспитываю с пятилетнего возраста, я к ней отношусь как к своей собственной дочери. Нет, дело не в этом, нужно юридически оформлять какие-то... Нет, юридически я не оформлял. Да ему так удобно, чтобы можно было ее совращать. Истец. Все эти навязчивые идеи моей жены, они появились через два месяца после того, как на нее было совершено нападение, цельное ограбление. Ее ударили по голове, отняли сумочку. На тот момент мы думали, что, слава богу, жива и здорова. Ничего страшного вроде не случилось. Но через два месяца у нее начались эти навязчивые идеи. Ей казалось, что я там пристаю к Лене, то, что Лена употребляет наркотики, то, что она деньги из дома тащит. Ну и так далее. Да все это было правдой. У нее было банальное сотрясение мозга. Я возил ее по специалистам, и специалисты поставили ей диагноз. Травматический психоз. Да, после сотрясения мозга, конечно. Да, и, соответственно, они установили прямую связь между ее травмой и между ее психическим состоянием, между ее идеями. Но в этой истории, понимаете, самое страшное в том, что теща Нина Семеновна, вместо того, чтобы помочь в лечении дочери, она поддерживала ее идеи. Всю жизнь свою помогала. Она верила всему этому бреду, который ей рассказывала Вероника. И она ее, более того, накручивала. Не накручивала я ничего. Ей некому было поделиться. Не с кем было поделиться. Кроме как со мной. Она со мной заваривала. Истец, истец, скажите, пожалуйста, ну вы знали о диагнозе вашей дочери? Хорошо, я заблуждаюсь. Я наговариваю. Дочка моя сумасшедшая. Но муж мой тоже, он как бы нормальный человек. Он тоже это видит. Он тоже видит, что он неправильно ведет себя с этой девочкой. Как мужик он с ней себя ведет, а не как отец. Ответчиком заявлен опрос. Я так понимаю, что девочке уже 18 лет, да? Да. Опрос свидетеля, то есть вашей внучке старшей. Вы не возражаете против этого? Да нет, конечно, я не возражаю. Она после смерти все время, после смерти моей дочки все время с нами. Это она последние 2 или 3 месяца к нему перебежала. Правильно? Потому что он ее настрапаляет постоянно. Он ее постоянно к себе зовет. А чем они там занимаются? Одному богу известно. Потому что вы ей жить не даете. Ответчик, ответчик. Своей внучке я жизнь не даю. Ответчик истец. Будьте добры, пожалуйста. Пригласите в зал свидетелей со стороны ответчика. Свидетель и ответчика, войдите. Зомбируешь ребенка, а потом вызываешь как свидетеля. Истец, истец. Так, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Ваша честь. Я Миронова Елена Евгеньевна. Я являюсь старшей дочкой Александра Солдатова. А биологически, юридически он не является моим настоящим отцом. Но это не значит, что я его таким не считаю. Папа воспитывает меня 13 лет. С пяти лет. Вот у меня есть свидетельство рождения. И после смерти моей матери, бабушка и дедушка очень переживали насчет моего психического состояния, как я это буду воспринимать. Воспринимала я очень тяжело. И они решили забрать меня к себе, потому что с ними полегче. Конечно, все вы себя делали, все старались. Да, бабуля. И, к сожалению, я стала замечать очень какие-то странные, навязчивые мысли со стороны бабушки и дедушки. Я начала жить в каком-то психологическом давлении. Мне каждый день внушалось, что мой отец как-то неподобающе ведет со мной. Все дошло до того, что моя бабушка, конечно, из хороших побуждений, со мной вот так за ручку ходила в школу, ходила к психологам. Я очень переживаю о состоянии психическом моей младшей сестры Светы. Потому что если так дальше будет продолжаться, если бабушка будет... Лена, Лена, что ты говоришь? А вот ваша бабушка, она не понимала, что происходит с вашей мамой? Или не хотела этого понимать? Мне кажется, что больше не хотела. А скажите, пожалуйста, вот вы же не отрицаете, что бабушка и дедушка как вас любят, так и вашу младшую сестру, правда? А если, например, бабушка с дедушкой будут общаться по месту жительства ребенка? Когда я жила вместе с ними, я таким нападкам поддавалась. И мне было сложно. А что будет с ребенком, если он в шестилетнем возрасте будет слышать от своих, не каких-то чужих людей? Лена, что с нами-то будет? Ты что? И от своей дедушки, от своего дедушки. Она же совсем кроха. Ваша честь, представьте себе, бабушка ребенку шестилетнему будет объяснять, что ее папа вот-вот начнет до нее домогаться. Да что, мы дураки, что ли, такие вещи говорить? Она сама будет все рассказывать, что будет происходить. Я хочу, чтобы у моего ребенка была жизнь загублена, чтобы она так же с ума сошла, как ее бабушка. Скажите, пожалуйста, истец, а вы с заключением психолога органов опеки знакомы? Почему у нас органы опеки представили заключение психолога, который возражает против общения с... Они же опрашивали девочку. Я просто не согласна. Подождите, истец. Родные бабушки и дедушки не могут навредить внучке. Истец, еще раз. Но нельзя же в суд приходить и говорить, я с этим не согласна, и с этим не согласна. Вы же свои права защищите. Потому что недосконально все было проверено, спустя рукава. Понятно. Так, суд удаляется для принятия решений. Прошу всех встать. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, затошив исковые требования исца, которые представляют по доверенности интереса своего супруга, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, опросив свидетельца со стороны ответчика, рассмотрев представленные документы и доказательства, выискивая в определении порядка общения бабушки и дедушки с несовершеннолетней внучкой, суд считает необходимым отказать. Суд отказывает в заявленном иске об определении порядка общения с внучкой, потому что поведение бабушки и дедушки, крайне неприязненно относящихся к отцу ребенка, с которым ребенок сейчас проживает, будет причинять вред психическому состоянию ребенка. Это подтверждается в том числе заключением психологической экспертизы, которая была представлена органами опеки и попечительства материала дела. После смерти матери ребенок нуждается в особом внимании, любви и заботе со стороны всех окружающих его близких людей. Бабушка и дедушка, даже ради здоровья внучки, не в состоянии справиться с чувством ненависти, которое они испытывают к отцу ребенка, считая его виновным в смерти их дочери и в растлении старшей внучки, и с болезненными предположениями, что отец ребенку может покуситься на половую неприкосновенность малолетней дочери. Погружение малолетней внучки в эту атмосферу на самом деле будет представлять реальную угрозу для ее психического здоровья. Поэтому при таких обстоятельствах, исходя исключительно из интересов ребенка, суд удовлетворения заявленных исковых требований отказывает. В данном случае, естественно, познакомьтесь, мой вам совет. Посмотрите, пожалуйста, заключение психолога в отношении несовершеннолетней вашей младшей внучки, посмотрите рекомендации, которые он дает. Ну как же мы-то без нее? Истец, для этого нужно попытаться что-то поменять в себе. Не требовать поменяться другим людям, понимаете, потому что... Мы же их так любим обеих. Истец, и ответчик суд огласил свое решение, дело закрыто. Прошу всех встать. Ну что, придется нам с мужем уговаривать зятя, договариваться с ним, чтобы он нас не лишал последней радости в жизни общения с нашей малышкой. Мои дочери и дальше будут ограждены, в том числе, законом от общения с этой сумасшедшей женщиной. Продолжение следует...